Но я не видел, потому что меня прижали, чтобы я не вертелся. Что с дочкой делали, я не знаю. Что не дай бог, понимаете, что-нибудь подбросить, что-нибудь подкинуть. Мы вообще не понимали, кто пришел. И меня тоже как-то позвали, там, поехали, постреляем по банкам. Сотрудник органов, он практически в коллективе присутствовал с самого начала. Листовки нашли от Навального, собственно говоря... Маши в рюкзаке. У Маши в рюкзаке, ее же комнате. Нужно было молодых посадить, других запугать. И, в принципе, к сожалению, власти это удалось. Позор! 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 Один внедренный оперативник, два осведомителя, три митинга, четыре встречи в Макдональдсе и, наконец, десять арестов. Одной из первых об этой странной истории о малоизвестном оппозиционном движении «Новое величие» рассказало интернет-издание «Медиазона». 15 марта 2018 года силовики задержали двух девушек, Марию Дубовики, Анну Павликову и восемь молодых людей. Их имена меньше на слуху. Родители неохотно дают комментарии журналистам и почти не выходят на контакт с правозащитниками. Из этой мужской кампании чаще всего звучит имя 25-летнего Руслана Костыленкова. Видеозапись его допроса выложена на телеграм-канале «Кремлевская прачка». За что задержаны? За то, что создал организацию «Новое величие». Целью организации? Целью организации было установление порядков на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных действующих законов и Конституции. Как планировали это сделать? Планировали организовать митинги, участвовать в митингах, делать акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов. В разговоре с «Медиазоной» несколько знакомых Костыленкова, попросивших не упоминать их имен, отметили. На записи Руслан выглядит странно. Они предположили, что Костыленкова били. Против молодых людей возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества «Новое величие». По версии следствия, эта организация была основана после провала так называемой «революции Мальцева» 5 ноября 2017 года. Сам лидер запрещенной в России леворадикальной организации артподготовка Вячеслав Мальцев находится за пределами России. Молодые люди решили создать организацию для продолжения миссии Мальцева. Формулировка из протокола допроса Руслана Костыленкова. Приняли ее устав и эмблему, основанную на птице из фильма «Голодные игры. Сойка-пересмешница». Перелезли они через этот забор, с той стороны еще видны следы, как они лезли, люди. Один-два человека, точно я сейчас вот не помню. Увидел я их с этого окна, когда они уже долбили в эту дверь, в металлическую дверь. Вот так удостоверение показывают тебе. Никто не осознает о том, что ты в состоянии шока, что ты можешь поверить и не поверить, и вообще, как на всю эту ситуацию реагировать. Он мне в окно показал бумаги, после этого я открыл дверь, открыл ворота, сюда зашли сотрудники, они обошли вокруг дома, встали под каждое окно. Я говорю, кто там? Это сосед! Ты нас заливаешь! Я говорю, какой сосед? Ну, соседи-то все. Открывай быстрее, ты меня льешь горячей водой! Я папе сказала не открывать дверь. Он пошел, посмотрел, что мы никого не топим. И они резко начали долбить автоматом по двери. Они ничего не спросили, они ничего не сказали. Я смотрю, уже стоит соседка, и они показывают, это полиция, открывайте. И вот я открываю дверь, сразу получаю удар в лицо, вот сюда в лоб. Вот, я оборачиваюсь, папа открывает, ему дали по голове, я так понимаю, как-то его уже положили, я не видела. И мужа. Я схватила ребенка, его вот так вот кинула на кровать, под кровать, и начала заталкивать ногами, потому что я испугалась, и вот так вот легла и прикрыла. Обыскали машину комнату, вот аккуратно перебирали. Я не могу сказать, что вели себя они как-то так. Ну, такое ощущение, что они знали, что они ищут. Вот у меня сложилось такое впечатление. Найдены были листовки от Навального в портфеле, в количестве разном. То есть, той одна, тех две, той одна, та какая-то, три, какие-то стикеры. Но с надписями, что забастовка выбором, это, конечно, ну, я не знаю, откуда оно взялось, как оно попало. Нет, и еще нашли какую-то программу, непонятно вообще, какую программу, никем не подписанную, ничего, какие-то листы. Меня особо ни в чем не оповещали, что нашли. Вот на основании вот этого, вот этих вот листовок и этой программы. Вот, сказали, что у вас ребенок задерживается. И периодически, значит, они приносили, говорили так. Так, а вот это что такое? Раз. Приносили нам и показывали. И шуровали здесь, что хотели, делали. Вот это что такое? А вот это что такое? А вот это что такое? Какие-то листовки нашли. Вот, так я понял, что устав нашли. Почему-то они открыли этот шкаф. Ну, шкаф тоже здесь что-то был. Ну, здесь было, я когда зашел, я же не видел, мы там на кухне так сидели. Вот. Вот. Потом нам сказали собираться. На меня одели наручники. На меня. Потому что я не даже... Почему на меня одели наручники? Ну, на дочку тоже, я так понял. И нас вывели в микроавтобус. Прошло почти два месяца со дня задержания членов группы «Новое величие». Адвокаты попытались через суд изменить меру пресечения самых юных участников организации. Перевести под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик. Анне на момент задержания было 17 лет. Студентке ветеринарной академии имени Скрябина Марии всего 19. Но безуспешно. Мосгорсуд оставил девушек за решеткой. Хотя четверо из десяти обвиняемых находятся под домашним арестом. Плачет. Позор! 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 Анечка, держись. Ваши планы. Анне, ничего не бойся. Скажи, покинь. Пожай мой оператор. Анне, мы с тобой. Будешь на последнего держаться. Не слышите? Сторона защиты представила такое множество положительных характеристик моей подзащитной, Анне Павликовой. Ее отца, воина-интернационалиста, мать, которая инвалид, страдает рассеянным склерозом. Семья исключительно положительная. Все присутствовали на суде. А многие люди, которые являются правозащитниками в нашей стране, в частности, вот Николай Карлович Сванидзе поддержал мое ходатайство об изменении меры пресечения, ничего не было взято судом в расчет. Сегодня родители Дубовики Павликовой прилагают все усилия, чтобы история нового величия получила огласку. Очень хорошо видно, что взяли молодых людей, ими руководили, просили делать их то, что нужно было делать. То есть грамотно расставленные сети их расставили, и они туда попались, к сожалению. Ребенок никогда не был ни в каких дурных компаниях. Она не курит. И никогда даже не пробовала, потому что в нашей семье это не принято, у нас вообще никто в семье не курит. Она очень любила книги. Анимешные книги вот покупала, читала, там собирала. И мне страшно то, что мне казалось, что я для общества воспитала ребенка. Ну я воспитала ее, наверное, очень искренне. Наивным ребенком воспитала. Я не дала ей этого чувства хитрости где-то какой-то, да, чтобы от чего-то увильнуть, уйти. Она не шла в уровень со всеми сверстниками. Те уже на мальчиков заглядывались, а мы еще в куклы играли. А вот сейчас, наверное, пришло то время, когда вот с Аней, они просто хотели, понимаете, ну как девочки, научиться общаться с противоположным полом. Время пришло. Но, к сожалению, вот к чему все это общение привело сейчас. В истории создания нового величия название по одним данным придумал Руслан Костыленков, по другим внедренный сотрудник ФСБ Александр Константинов, он же Руслан Д. Много загадочных событий, скрытых или вымышленных имен. Участники группы познакомились в чате мессенджера Телеграм. Встречались несколько раз в Макдональдсе на Арбате, затем на арендованной квартире. Вся эта история есть не что иное, как полицейская провокация. Вменяемое деяние было бы невозможным без активного провоцирования на это со стороны сотрудников спецслужб. Ну, в частности, молодые люди нашли там друг друга в интернете. Да, молодые люди имели отрицательное отношение к власти матушки. Но это состав преступления не образует. Молодые люди встречались, ну, в том числе и здесь, в этом Макдональдсе. Обсуждали политические темы, обсуждали политические новости, критикуя власть матушку. В организацию «Новое величие» название придумали они сами. Почему «Новое величие»? Они считали, что они поднимут Россию с колен. Значит, соответственно, это будет богатая страна, которую начнут все уважать в мире. Ведущей позиции в «Новом величии» заняли три человека, чьи показания легли в основу уголовного дела. Среди них старший оперуполномоченный, капитан полиции, который был внедрен в группу по заданию. Ключевой свидетель обвинения Александр Константинов, опять же, Руслан Д. Он в своих показаниях признал, что участвовал в объединении для последующей идентификации участников, знакомства с документами и получения значимой информации для передачи правоохранительным органам. Именно Руслан Д. арендовал для группы помещение, обеспечивал ее финансово и стал автором устава организации. Есть человек, который создал эту группу, мы не знаем, кто он, потому что нет ни места рождения, ни места жительства, есть только его, как говорится, некая фамилия Константинов Александр Андреевич. Но она, я думаю, что не соответствует. Он, с самого создания группы, он присутствовал в этой группе, он ее разработан. Владимир, вы видели этого человека? Я видел его однажды, но не общался с ним. Как он выглядит? Я вам уже рассказывал. Вот этот вербовщик, насколько мне известно, он на собраниях всячески пытался ребят наталкивать на такой националистический подтекст. Причем ребята его все время осаживали, потому что ребята наоборот считали, что никакого национализма присутствовать не должно. Вы были на этих собраниях? Я не был на этих собраниях, но я же общался с теми, кто туда ходил. Вы видели его? Вы знаете, как зовут его? Однажды я его видел. Настоящего имени его я не знаю. Внешность у него такая, ну, лет 35, наверное, рост средний, волосы длинные, в очках. Такой невзрачный очень персонаж, на самом деле. Этот человек, видя, что, собственно говоря, такие собрания, это может быть интересно с оперативной точки зрения, но это не состав, решает этот состав придумать. Для этого он предлагает прекращать шляться по кафешкам и находит офис, специально оборудованный записывающими устройствами. Собирает эту компанию, начинает структурировать ее деятельность, пишет политическую программу, пишет устав. Интеллектуально он превосходит всех этих детей. Устав написан, программа написана, листовки расклеены. Ну, можно сообщать и сверлить из звезды на погон. Мария Дубовик и Анна Павликова содержатся в СИЗО номер 6 в столичном районе Печатники. Сидят раздельно. В камерах по 40 человек и больше. Четверо парней, в том числе Руслан Костыленко, в СИЗО номер 3 в Хорошево-Мневнике. Другие четверо из нового величия под домашним арестом. Самому старшему из группы Петру Карамзину 40 лет. Самой юной Анне Павликовой 18. На момент ареста она была несовершеннолетней. Знаете, был такой момент. Ну, я инвалид второй группы, да. И мое заболевание неизлечимо, к сожалению. Сижу на препаратах, которые просто делают... Как бы моя болезнь проходит легче. И Анне очень всегда интересовалась она медициной. И мне вот постоянно там рассказывала о новостях, что как, что нужно. И как-то я помню, мы сидели пили чай, и она мне стала рассказывать, про какую-то статью стала показывать, что вот у депутатов, значит, в столовой приборы, ложки по 6 тысяч. И она прям так была возмущена. Мама, ну как так? У тебя пенсия – это 3 столовые ложки? Она была ботаником, очкариком, она училась. Она закончила музыкальную школу, она закончила художественную школу. Она со мной вставала в 6 утра, уезжала на работу. Санитарка – это помощь хируржам, это взять анализы. После этого она ездила еще на курсы. Я думаю, скорее всего, она занималась курсами на Арбате. И где вот Макдонас, это где они собирались в Макдонасе, и где он подсел как раз Руслан Дэ. Как мама, что мой ребенок практически к этой политике не имел никакого вообще отношения. Вот если говорить об этом вот откровенно. Возможно, она попыталась начинать в чем-то разбираться. Любопытство детское, а как это и чего? Чтобы разобраться, посмотреть, что вообще происходит в мире, как вообще все это складывается. Она же не могла с 5 лет этим всем увлекаться. Вот пришел момент, когда ребенок попытался в этом начать разбираться. И он попадает под влияние более старших людей. Она даже понимаете, она даже в чате с ребятами, когда она общалась, она писала им, что, ребят, мне политика ваша вообще не интересна. Мне интересны реальные проблемы. То есть вот у меня там мусор в лесу, и как с этим разобраться? А, говорит, по политикам мне, как бы ваши вот эти вот Навальные, Путины, мне, говорит, это вообще неинтересно абсолютно. До своего краха новое величие успело принять участие в нескольких массовых мероприятиях. Митинги в поддержку забастовки избирателей Алексея Навального 28 января, марше памяти Бориса Немцова и шествии москвичей за троллейбус 3 февраля. Я ходил на улице, без нее, чисто пройти по Таверской улице, один, я проходил, и все, свою гражданскую так же делал. Я войны вызывал на улице, потом я ходил, когда Немцова убили на мосту, я сам вышел. Я ее в политику не притягивал, это как бы она сама выбирала свое. Я был один, она была без... Хотя мы спрашивали, в последний раз я на Немцову не ходил, она мне говорит, Пап, ты пойдешь? Я говорю, нет, я не пойду, я плохо себя чувствую, устал. Вот я думал, что она ходила. Один раз я ее искал, именно Навального, потому что я ей сказал, Аня, тебе надо учиться, ты пойми, ситуация в России очень сложная. Не случайно то, что... Вот имя Навального звучит не случайно. Навальный тот человек при всех там, он кому-то может нравиться, кому-то не нравится, кто-то его понимает, не понимает. Но то, что он сумел вокруг себя объединить молодежь, это очень сильно. И вот этим он опасен для власти. Понимаете, когда идет объединение, тем более молодых, умных, сильных, и будущего данной страны, то, значит, их надо как-то останавливать. И останавливают разными методами. Из показаний таинственного Александра Константинова, он же Руслан Д., следует, что члены группы «Новое величие» ездили на заброшенный полигон под Ходьково в Московской области, чтобы пострелять из карабина «Сайга». Оружие было официально зарегистрировано. И тренировались в метании и изготовлении коктейлей «Молотова». Среди тех, кто бросал бутылки с зажигательной смесью, была тогда еще несовершеннолетняя Анна Павликова. Она говорила, что ей говорили, что давайте постреляем, это егер придет. Но ей как девочка, она думала, что это как игра, вот именно как зорница. То есть постреляем по зайцам, по мишеням. Мне тоже было 16 лет, и дружила я всегда, были все вокруг меня старше. И меня тоже как-то позвали, поехали, постреляем по банкам. Тут, я думаю, с ее стороны это было то же самое. Причем это все было официально, у них и ружье, или пистолет официальный, как я понимаю. И они заплатили деньги в этом охотничьем хозяйстве за стрельбу. Как ей сказали, на самом деле. За стрельбу. Да, то есть ничего, как бы такого вот, ну я в этом прям вот. Такая позиция у нас. Прежде всего, наша позиция по делу такова, что девочка у нас несовершеннолетняя была втянута. Ее использовали для совершения преступления. Это прежде всего. Второе у нас, она имела намерение оттуда выйти, когда стала осознавать, что уже что-то не так и нехорошо. И у нас тоже есть тому доказательство. Вот он пишет Рустам Де, тот самый провокатор. Аня Павликова, привет, еще раз. В воскресенье приходи без 200 рублей. Как-нибудь в другой раз сочтемся. Нет необходимости последние деньги отдавать на помещение. Это неправильно, на мой взгляд. То есть он ее уговаривает тут. И еще сейчас. Оля, извини, она лучше расскажет, потому что подойди сюда, чтобы она это сняла. А то я... Аня, мое личное мнение, что Пауль мудак, извиняюсь за выражение, я пытался как-то успокоить всех, но мне этого не получилось. Главное, чтобы все было хорошо в дальнейшем. Хорошо, я, конечно, хочу только хорошего, поэтому я и вышла, понимаете, вышла уже. Как скажешь, тогда до завтра. Еще раз спасибо. Эти записи, говорят, однозначно подтверждают факт того, что девочка уже вышла из организации и не хотела туда возвращаться. Однако вот такими уговорами, увещеваниями, она была втянута им обратно. Согласно статье 282, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, человек, которого признают организатором экстремистского сообщества, может получить до 10 лет лишения свободы. Возможно, участник до 6 лет. Верховный суд разъяснил, что уголовная ответственность по этой статье начинается с 16-летнего возраста. И какая тогда у нас у простых людей защита? Ну, прежде всего, еще согласка. Чем больше адвокаты построят схемы, чем быстрее мы обществу предъявим, насколько это провокация, какими схемами, методами, какими действиями она сделана, и привлечем к этому вниманию, тем больше есть шансы, что... Понимаете? То есть они есть. Все это очень напоминает, я говорю, очень плохую оперетку, но, к сожалению, люди сидят в тюрьме, и сидят в тюрьме, они не то чтобы по надуманным обвинениям, а вообще никакого состава преступления вот этих действий не образуют. Это первое. А второе, ничего бы не было, если в определенный момент в этом деле не появился Руслан Д., он же Константинов, а потом сотрудник полиции Расторгуев, сотрудник полиции Испанцев, и так далее, и так далее, и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok